Привет, друзья! С вами Анна Галич, и сегодня будем делать сахарные цветы в английской технике. Для их изготовления нам потребуется зажигалка, тычинки малые, шаблоны для лепестков, которые я вырезала из обычной пластиковой канцелярской папочки. Желательно берите прозрачную, но цветную. Ножницы, губка для сахарных цветов, доска для сахарных цветов с бороздками и несгодящий коврик. Мастика для сахарных цветов, пальчиковая скалочка, можно обычную взять, древовидная палочка, колесико для мастики и дрезденский стек. Также проволока номер 30 и номер 22. Тейп-лента, желательно резаная, узкая. Кисти синтетические, сухие, бумажное полотенце, гелевый краситель сиреневого цвета, а также цветочные пыльца. Цвета средний зеленый, слива и фиолетовый. Возьмите две длинных проволоки номер 22 и разрежьте их ножницами на три части. Нам нужно 6 проволочек. У трех из них сделайте крючки при помощи ножниц или тонкогубцев. Крючки должны быть маленькие. Затем возьмите тычинки. Нам потребуется 3 пучка, в каждом из которых по 5-7 ниточек. Затем режу проволоку номер 30 на три части. Беру пучки с тычинками, выравниваю их по головкам. Накладываю проволоку так, как показано в видео. И скручиваю при помощи пальцев либо тонкогубцев. Получаются такие метелочки. Скрутку не делайте длинно, достаточно на 1 см. То же самое повторяю с оставшимися пучками. Отрываю тейп-ленту длиной примерно 20 см. Беру проволоку номер 22, которая без крючка. Начинаю снизу, подтягиваю тейп-ленту в рабочее положение. Приставляю метелочку, смотри, чтобы она не была выше лепестков. И стягиваю ее вниз. Это заготовка сердцевинка для нашего будущего цветка. То же самое повторяю с оставшимися двумя метелками. Настало время лепить бутончики. Беру сахарную мастику. И делаю три заготовки для бутонов. Большую, среднюю и маленькую. Разомните хорошенько мастику и скатайте сначала овал. Затем с одной стороны его заострите. Раскалите проволоку до красна. Быстро вставьте бутон до середины. Некрасивую карамельную склейку можно снизу отломать. И хорошенько заровнять, чтобы было красиво, потому что это видимая часть цветка. То же самое повторяем на оставшихся заготовках. Затем при помощи дрезденского стека намечаем чашелистики так, как показано в видео. Борозда не должна быть слишком глубокой. Выравниваем мастику, убираем мелкие дефекты и отпечатки пальцев. После того, как бутончики готовы, отправляем их в сушку. И переходим к лепке лепестков. Возьмите 6 длинных проволочек номер 30 и поделите их на 3 части. У нас в каждом цветке будет по 6 лепестков. Соответственно, 18 проволочек нам нужно. Сахарную мастику окрасьте в сиреневый цвет, так как это показано в видео. Тщательно вымесите, чтобы не было разводов. И если мастика слишком мягкая, то можете оставить ее заветриться. Излишняя влага испарится и мастика станет удобной в работе. Скатайте маленький жгутик, положите его в борозду. Если липнет, прикрахмальте сверху, но не сильно, иначе проволока не приклеится. Раскатаем жгутик скалкой, чтобы борозда заполнилась и мы это видели. Затем инструментом колесо прорежем ложбинку и вставим туда ровную проволоку. Возьмем кусок мастики, небольшой, потому что лепесток маленький, и прокатаем скалкой вдоль. Затем стороны от проволоки тщательно прокатываем скалкой, таким образом, чтобы скалка не касалась проволоки. То есть сверху не давим. На видео это хорошо видно. Прикладываем шаблон и вырезаем инструментом колесо. Снимаем излишки мастики. Придерживаем проволоку, чтобы лепесток не вылез. Убираем мастику в пакет. Это важно, чтобы не подсыхало. И аккуратно снимаем лепесточек, при этом держим его вниз головой, вверх проволокой. Кладем на губку лицевой стороной к себе. Истончаем края при помощи дрезонского стека. Затем берем древовидную палочку и создаем текстуру так, как это показано в видео. Будьте осторожны, лепестки очень мягкие и не стоит их пока укладывать в сушку. Займитесь раскаткой следующих лепестков. Можно делать конвейером, то есть одновременно сразу два лепестка. Истончение текстуры делайте сразу, пока лепесток еще мягкий. После это сделать будет уже затруднительно. Будьте осторожны, лепестки очень мягкие, иначе проволока вылезет. По этой же причине мы сразу не укладываем их в сушку, а ждем, пока они станут вот такие довольно плотные, но еще не полностью сухие. После чего я беру бумажные полотенца, нарезаю их треугольником, как показано в видео. Затем скручиваю колечки. Для больших лепестков я делаю большие колечки, для маленьких маленькие. У нас с вами будет три больших лепестка и три маленьких на каждый цветок. Изгибаю лепесток у основания, так как это показано в видео, то есть изнаночной стороной вверх. Изнаночная сторона это там, где видна борозда. Не прижимайте лепестки пальцем, так как я показала в видео, иначе проволока вылезет с лицевой стороны. Когда лепестки немного высохли, но все еще влажные, для того, чтобы краска легла плотно, берем цветочную пыльцу цвета слива и, начиная от края бутона, протягиваем кисточку к центру. Убираем ее и обратно не возвращаемся, то есть всегда начинаем сверху. Окрашиваем все сначала цветом слива, а затем фиолетовым цветом. Когда вы используете два оттенка, цветы выглядят более естественно. Также сухой кистью окрасим заготовки для тычинок. Все очень легко, полупрозрачно, никаких ярких пятен. Конечно, если вы хотите, чтобы ваши цветы смотрелись красиво. А также от основания бутона протянем средний зеленый цвет. Советую вам сушить лепестки комплектами, то есть три маленьких и рядом три больших для каждого цветка, чтобы вы не перепутали их. Не высушивайте лепестки до конца, иначе на них будет плохо ложиться краской и они будут хрупкими. Вот в таком полусухом состоянии их и необходимо окрашивать. Берем пыльцу цвета слива, сухую кисть, хорошенько ее растираем о бумажной полотенце и от основания лепестка к центру протягиваем краситель. А также от края к центру. Цветом слива окрасим все лепестки, а затем то же самое сделаем фиолетовым цветом. Посмотрите, как более объемно смотрятся лепестки с фиолетовым оттенком. Вообще красить мое любимое занятие, но если вы делаете это очень часто, то используйте респиратор. Для сборки цветка отогните проволоку от мастики так, как показано в видео. Делайте это осторожно, чтобы мастика не поломалась. Затем я беру тейп-ленту, подтягиваю ее в рабочее положение снизу, приставляю малый лепесток, затем второй, обернула, подтянула, подставила, обернула, подтянула и стягиваю тейп-ленту вниз на 5 см для фиксации. Затем расправляю лепестки, вы можете их расширить, но поначалу лучше наоборот собрать, чтобы они не мешали сборке. Опять выхожу в рабочее положение снизу, тейп-ленту натягиваем плотно, подставляем большой лепесток в шахматном порядке к лепесткам первого ряда, затем второй, обернула, подтянула, обернула, подтянула. То есть на каждый лепесток идет один оборот. До конца не сматываем, потому что все равно при сборке букета эта проволока будет закрываться. Расправляем лепесточки, цветок готов. Перед сборкой ветки тейпируете большой и средний бутон на 5-7 см вниз. Я начинаю чуть ниже, подтягиваю тейп-ленту к мастике, сматываю и обрываю. Все, переходим к сборке. Начинаем с маленького бутона, сматываем примерно на 5 см, отгибаем бутончики в сторону, как это показано в видео. Приставляем средний, затем большой. Расстояние нужно подгадывать интуитивно, в зависимости от того, какой торт вам нужен. Можете повторять так, как сделала я в видео. У цветочка я отступаю чуть больше, чтобы его не поломать, и чтобы он смотрелся богаче. И каждый раз делаю отступы все длиннее и длиннее. Делаю стебель у второго цветка еще более длинным, то есть отступ сильнее и между цветками, и между цветком и стеблем. Делайте это аккуратно, чтобы цветы не поломали друг друга. И последний, третий цветок. Сюда? Нет, хочу еще, еще сильнее, еще больше проволоки, чтобы цветок выгоднее смотрелся. Сматываю до конца тайп-ленту, продолжая крутить, хотя проволока закончилась, загибаю тайп-ленту и обратно стягиваю, чтобы изолировать острый кончик. Вот такая ветка получилась. Немножко придаю ей более живой изгиб. Наш цветок готов. Очень интересно узнать ваше мнение, как относитесь к сахарным цветам в английской технике, то есть на проволоке, вот к этой традиции вообще. Что об этом думаете? Тем более, что все ваши репосты, комментарии и лайки помогают в продвижении этого видео, соответственно моего канала, за что вас очень благодарю. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас, а также нажмите на звенящий колокольчик. До встречи!